Кубок Перамоги. Турнир по хоккею под такой назвой прошел в Жлобине. Его пресвятили Дню Перамоги в Великой Айчинной войне. У него дельничали юнаки из разных команд Беларуси. На споборництвы завитали наши корреспонденты. Годовый палат Жлобина стал местом проведения турнира по хоккею Кубок Перамоги. Споборництвы пресвятили Дню Перамоги в Великой Айчинной войне. Так само они проводятся в мэтах популяризации хоккея, умоцевание сябровских сувязей по межгородам и повышение мастерства юных хоккеистов. Это просто соревнования по концу сезона, чтобы дети поиграли в хоккей, развивалась популяризация хоккея в республике Беларусь. И чтобы дети, соответственно, получили удовольствие. Удельниками с споборництва стали две жлобинские команды 2009 и 2010 годов народжения. Команда хоккейного клуба «Усход» и сборная Гомеля, Бобруйска и Могилева. У нас школа Центра Олимпийского резерва города Жлобино – одна из самых сильных школ Беларуси. Популяризация хоккея в Жлобине очень большая. В Центре Олимпийского резерва есть все условия для проведения тренировочного процесса подготовки хоккеистов в будущее. На данный момент в сборной У-18 у нас играло три человека, которые сейчас играли на чемпионате мира. И четыре жлобинских выпускника играют в хоккейном клубе «Металлург Жлобин» в экстралиге А. Турнир проходил по коловой системе. Это означает, что шесть команд сгуляли помеж собой. А Кубок перемоги отримала дружина хоккейного клуба «Усход» и она набрала больше баллов. Другое место заняли хоккеисты со Жлобина, третья из Бобруйска. До речи, со старта с поборницей у лидерах были дружины Жлобина, Могилева и хоккейного клуба «Усход». Соперники нормальные, а Кубок важен, чтобы привести команду к победе. В предыдущие матчи было играть сложно, потому что соперники были такие нормальные, сильные, подготовленные. Дарающий турнир стал традиционным. В наступном году организаторы плануют запросить команды из Украины и России. И Кубок перемоги станет международным. Вероника Хамзюкова, Сергей Лукашук, телерадо и компания «Гомель» со Жлобина.